Добрый вечер! В эфире Вести Карачаева, Черкесия, в студии Руслан Жукаев. Итоги дня в сегодняшнем выпуске ВЕС-7. И вот о чем расскажем. Глава Рашид Тимрезов принял участие в заседании Правительственной комиссии России по региональному развитию. Какие вопросы обсудили на этот раз? Республиканская столица продолжает преображаться. Реализация какой программы позволяет благоустраивать общественные территории Черкеска? Подвели итоги работы за минувший год. Провели торжественное мероприятие в Управлении Федерального казначейства по Карачаево-Черкесии. Юные мастера художественного слова со всей республики собрались в Карачаевске. Сегодня стартовал фестиваль-конкурс «Игра и театр». Сегодня глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов принял участие в заседании Президиума правительственной комиссии по региональному развитию в стране под председательством вице-премьера России Марата Хуснулина. Традиционно субъекты проинформировали о текущей ситуации по реализации мероприятий по строительству объектов в рамках реализации национальных и федеральных проектов в 2024 году. В Карачаево-Черкесии в текущем году ведутся мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 151 объекта. Еще одна тема – заседание инфраструктурные проекты, реализуемые за счет средств бюджетных и специальных казначейских кредитов. В рамках данного инструмента поддержки в Карачаево-Черкесии продолжается реализация инвестпроекта «Комплексная застройка квартала в микрорайоне «Спутник Черкес», с которым предусмотрено строительство сетей на водоотведение общей протяженностью более трех километров, а также приобретены 19 единиц автобусов, которые готовятся выйти на маршрут. Общество всерьез задумалось о здоровье нации. А причина тому – наводнение потребительского рынка всевозможными, вредными и даже опасными курительными смесями и безакцизной табачной продукции. Эти проблемы и возможности искоренить обсудили в общественной палате Карачаева-Черкесии на заседании по противодействию незаконному обороту табачной никотиносодержащей продукции. По информации МВД, особую популярность приобрели среди молодежи электронные сигареты, курительные смеси, запрещенный снюс. Было отмечено, что те меры и законы, направленные на эту борьбу, которые сейчас принимаются на федеральном уровне, позже будут приняты и в регионах. Речь идет об ограничении продажи и значительном ужесточении штрафов за нарушение при обороте табачной продукции. Житель Черкеска до полусмерти избил одну собаку и отрубил хвост другой. Истерзанное животное несколько дней назад нашли дети возле школы. Жертву насилия отвезли в ветклинику, где ей сделали операцию. Алихалип Шоков подробнее. Мы услышали жуткие крики собак и шум, и выбежали на улицу, отмечает очевидцы этого преступного инцидента. А кровавленную тушу дворовой любимицы Баси обнаружили дети возле школы. А ее сестру найти сразу не удалось, только отрубленный хвост. Чуть позже нашли и тело самой собаки. Как можно так поступать жестоко со слабым животным? И что самое страшное, наши дети получили психическую травму, видя этот кошмар. Отметили жители нового квартирного дома, где и произошел акт насилия. Я сразу выскочила на улицу, увидела парня идущего, ну уже от моего входа в другую сторону. Я его догнала с криками, что вы делаете. Когда, ну вот так примерно, как мы с вами стояли. Он развернулся, в руках был топор. Вот, ну конечно, я сразу испугалась. Он говорит, вас эти собаки устраивают? Я говорю, что случилось? Он говорит, они покусали мою собаку. Я с ними разберусь. Был белый алабай, я с ним уже разобрался. Разберусь и с этими. Пострадавшую собаку отвезли в ветклинику. Ее полностью прооперировали, но все равно риск некроза ткани остается. Волонтеры благотворительного фонда «Право на жизнь» подали заявление в правоохранительные органы по произошедшему инциденту. То, что животные бездомные, не значит, что их можно калечить и жестоко убивать. Мы будем добиваться того, чтобы виновник населя понес заслуженное наказание, отмечают зоозащитники. Было написано заявление по факту жестокого обращения животными по 245 статье. Написано было очевидцами, кто был непосредственно. Написано было от лица директора нашего фонда. Мы тоже будем стараться, чтобы справедливо все было решено по законодательству. Эти собаки были очень доброжелательны. Все дети района их знали. Это шок у детей. Детей отпаивали, успокаивали ни одного ребенка. В общем, шок, психологическая травма уже нанесена. Потом адекватность человека, который способен на такой поступок, под большим вопросом. Ну, как бы есть повод бояться, опасаться за жизнь себя и своих детей. Проблема бездомных животных не должна решаться такими жестокими действиями, говорят волонтеры. Поэтому необходимо найти методы, которые позволят защитить их от подобного насилия. Сами волонтеры и все вот эти причастные люди, они также против того, что собаки находятся на улице, что их очень много. Точно так же. Просто мы ищем другой способ решения этой проблемы. Не жестокий, не убийством, не просто убрать их и неизвестно куда. Мы пытаемся решить проблему в корне. То есть, почему эти собаки оказываются на улице и мы в этой тяжелой ситуации. В решении которой не можем найти пока что никакого способа. Алихан Лепшоков, Виктория Карпенко, Вести, Карачаева, Черкесия. Карачаева, Черкесия. Начальник отдела полиции обвиняется в вымогательстве взятки в особо крупном размере. По данным следствия, в октябре 2021 года обвиняемый получил оперативную информацию о совершении тремя жителями республики серии преступлений, как незаконное приобретение, хранение, перевозка и сбыт сильнодействующих веществ. Фигурант в ходе встречи с одной из участниц преступной группы обнаружил приложение на ее телефоне, электронный кошелек, на счете которого хранится криптовалюта, эквивалентная 1 миллиону 800 тысяч рублей. Мужчина, угрожая привлечением к уголовной ответственности, потребовал перевести указанную сумму на его электронный счет. Потерпевшая, опасаясь угроз, фигуранта выполнила незаконные требования. Вскоре должностное лицо было задержано, ему предъявлено обвинение, скоро будет избрана мера пресечения. Следователями выясняются все обстоятельства совершенного преступления. Сейчас прогноз погоды, а после мы расскажем о благоустройстве Черкеска, о фестивале-конкурсе «Игра и театр», который стартовал сегодня и не только об этом. В Карачаево-Черкесии местами кратковременные дождь и гроза, ветер восточный 5-10 метров в секунду, порывы будут до 11-14, температура ночью 4,9, в горах минус 1, плюс 4, днём 19, 24, выше нуля и местами до плюс 16. В Черкесске без существенных осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду, порывы до 14, температура ночью 7,9, днём 22-24 градусов тепла. Карачаево-Черкесии продолжается реализация федеральной программы благоустройства общественных территорий. Так на некоторых объектах в Черкесске работы подрядных организаций уже начались. За первым этапом преображения мест массового пребывания населения наблюдал Артур Мхце. Так в конце года будет выглядеть территория в центре Черкеска по улице Красноармейской. Проект благоустройства одного из наиболее посещаемых мест в региональной столице поддержали на всех уровнях. И теперь аллею ожидает кардинальное преображение. На данном участке у нас планируется выполнение работ по ремонту прогулочной зоны порядка 400 метров. Будет также восстановлено и уложено новое плеточное покрытие порядка 4,5 тысячи квадратных метров. Также будут проведены работы по озеленению и установлены урны и лавочки новые. Кроме того, на аллее между улицами Кооперативной и Кавказской проектом предусмотрена установка 250 фонарей. По словам представителей подрядной организации, здесь установят три зоны отдыха и площадку с тренажерами. Большое внимание будет уделено и маломобильным гражданам. Все объекты сделают доступными для различных категорий населения. Еще одна популярная у жителей Черкесской территория – фонтанная зона перед городской администрацией. Здесь тоже запланирован довольно большой объем работ. Сооружение было установлено в 2010 году и, по словам представителя городского управления ЖКХ, давно нуждалось в обновлении. По смете, значит, это у нас замена канализации, замена водоподводящих путей, ремонт насосной системы, ремонт освещения, замена плиточного покрытия. То есть приведено в соответствие. Тем более, было много нареканий со стороны граждан города. Тут место такое популярное, особенно в летнее время, детей много. То есть все это приведено в надлежащее состояние. По договору, значит, завершение работы у нас 20 августа. Это лишь часть объектов, которые будут благоустроены в региональной столице в нынешнем году. Артур Макцер, Ренат Муков, Вести, Карачаево-Черкесия. Сегодня в Управлении Федерального казначейства по Карачаево-Черкесии подвели итоги работы за минувший год и провели торжественное мероприятие, посвященное году семьи. Руководитель управления Юрий Доттаев рассказал о обеспечении казначейского обслуживания, исполнении республиканского бюджета и бюджета муниципалитетов. Он отметил, что по данным Департамента проектной деятельности правительства России, Карачаево-Черкесия заняла 11 место среди субъектов страны по кассовому исполнению федерального бюджета по итогам прошлого года. Было отмечено, что управление не осталось в стороне и оказывает посильную помощь военнослужащим, участвующим в зоне СВО. Приятным событием для казначеев и членов их семей стало награждение ведомственными орденами, почетными грамотами, ценными подарками и букетами цветов. В мероприятии приняли участие представители федерального казначейства и региональных властей. В приветственном слове гости отметили, что год семьи – отличный повод проводить как можно больше времени в совместных мероприятиях вместе с родными и близкими сотрудниками казначейства. Мы сегодня говорили о том, что дети – это наше будущее. То, что мы сегодня вложим в наших детей, завтра ждет нас, нашу страну, нашу семью, наши традиции. Поэтому очень важно сегодня весь коллектив собрался с детьми, и чтобы они видели яркий пример, чтобы способствовал им в дальнейшем. Это год в семье объявлен Владимиру Владимировичу, намеченный ряд мероприятий по многим регионам России. Мы тоже будем участвовать в этих мероприятиях для того, чтобы эти достойные традиции продолжать. Юбилейный фестиваль «Конкурс Игра и Театр» вот уже 25-й раз собирает на одной сцене любительские театры и мастеров художественного слова со всей республики. В Карачаевске, в Многонациональном культурном центре имени Кулиева, на протяжении двух дней от мала до велика продемонстрировали свои таланты. Сегодня первый день фестиваля. Дарья Тендит побывала в Карачаевске. Фестиваль «Конкурс Игра и Театр» — это праздник театрального искусства и мастеров художественного слова. Участники первого дня — детские творческие коллективы со всей республики в возрасте от 9 до 14 лет. На сцене конкурсанты демонстрировали не только отличное знание текста, но и умение передавать эмоции и глубину произведения. Но она бежала и бежала, лишь когда увидела своих, пошатнулась и на снег упала. Подошла к детишкам медсестра, маленькую Катю осмотрела и сказала горестно, мертва. Интересно учить всякие разные стихи, они интересные, и получать награду тоже. А долго ты готовилась к фестивалю? Ну, месяца два-три. В жюри фестиваля вошли профессиональные режиссёры, актёры, деятели искусств республики. Они внимательно слушали и оценивали выступления по достоинству. Председатель жюри отметил не только исполнение, но и потенциал начинающих артистов. Молодые актёры на сцене вели себя уверенно и профессионально. А во лбу звезда горит, а сама-то величава выступает, будто в пау. А как речь-то говорит, словно реченька журчит. Настолько искренне, настолько переживают, читая свои произведения, что волнуешься за каждого. Они своё прочитали произведение и всё. А мы же вот 23 чтеца, и каждому надо отдать что-то своё. Так что волнуемся больше мы, на мой взгляд. Подготовка хорошая, кстати, и организация тоже великолепная. На протяжении 25 лет фестиваль собирает и объединяет людей разных возрастов, увлечённых искусством и театром. И даёт возможность проявить таланты и творческие идеи. Это не просто соревнования, это площадка для самовыражения и вдохновения. На одной площадке встречаются все муниципальные районы и города. Каждый ввиду своего таланта всё-таки участвует в некотором соревновательном моменте. Обогащение опытом, привитие прекрасному. Это и литература, это творчество, театральное искусство. Это возможность показать себя. Дарья Тендит, Миха Каракелян, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевск. И это всё весь на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Алла Токсин». Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!